Я хочу поведать, сказать, это знание о том, что мы никогда не верим, что с нами может что-то случиться. Мы никогда не знаем, что может быть тяжелый период. Мы никогда не доверяем, что в нашей жизни может быть какое-то очень тяжелое и преодолимое препятствие. Потому что так устроена психика человека, он просто не хочет в это верить. Он не хочет признаваться в себе, что бывает у меня или у близкого человека тяжелые периоды. И когда такой тяжелый период наступает, человек начинает думать о чем-то другом. Например, близкий человек говорит, я тебя не люблю больше. Все, разлюбил. И он доказывает, что мы как бы на самом деле, если взять давным-давно, посмотреть на жизнь, мы друг друга никогда и не любили по-настоящему. Он говорит, поэтому и ничего, вот между нами ничего глубокого не было, поэтому и я и разлюбил. То есть он доказывает, а на самом деле просто у него наступил тяжелый период, который отшиб его от отношений с близким человеком. И человек начинает верить постепенно, что у него вот никогда не будет отношений с этим человеком. Знаете, все вот эти тяжелые периоды разрушения отношений, все заканчиваются. Всегда. У всех людей. И опять наступает потепление в какой-то моменте, но бывает уже поздно, потому что люди поверили, что они теперь уже никогда не будут вместе. Вот, допустим, если у вас нет аппетита, вы же не думаете, что он теперь никогда не появится уже. У вас такого мышления нет? Почему же вы думаете, когда близкий человек вас не любит, что он уже никогда не полюбит? Потому что вы в глубине своего сердца не понимаете, что это ваша судьба. Вот мое тело, это моя судьба, я понимаю, поэтому аппетит появится, я верю. А вот близкий человек, что полюбит, может, это не моя судьба, мы не верим. В это проблемы заключаются. И так отшибло близкого человека. Не надо в это верить. Это первое правило. Не надо поддаваться на эту провокацию, что мы несовместимы там, у нас никогда ничего теперь не будет вместе. Не надо на эту провокацию поддаваться. Зачем? Не поддавайтесь на это все. Я знаю случай легкой победы над тяжелой судьбой. Это, ну, когда человек очень сильный. Один мужчина решил выгнать свою жену из дома. Взял ее за руку, говорит, все, уматывай. Это ему был дом. И он неожиданно обнаружил, что она не уматывается. Она говорит, а я твоя жена, никуда не пойду. И он начал ее выволакивать из дома. И проблема оказалась в том, что ее трудно вытащить из двери, потому что она вот так руки-ноги сделала, как бы, и не вытаскивается. И он попытался, несколько раз попытался, как, ну, ломать руки-ноги он ей не будет, понятно. И он такой сел и понял, что это его судьба. И больше никогда ее не выталкивал из дома. Это был первый и последний раз. И потом, когда он ее спросил, говорит, ну, вообще, как бы, у тебя, наверное, остался осадок от того, что произошло. Она сказала, нет, никакого осадка. Ну, тебя же из дома выгонят. Она говорит, ну, у тебя было плохое настроение, я понимаю. Никакого осадка нет. То есть, видите, она непобедимая. Знаете, о чем я говорю, или нет? Бывают очень легкие способы побеждать судьбу. Стать непобедимой просто, и все. Эта система очень сильно работает. Чувство собственного достоинства на месте. Ты, как бы, не выходишь из равновесия. Если, допустим, муж говорит, я ухожу в другой, ты, как бы, чувствуешь себя его женой, как бы, помолилась, победила это все. Ты узнала, пошла плохая судьба. Ничего, переживем, перетерпим. Вот. И он говорит, ты понимаешь, я ухожу в другой. Он говорит, кушать будешь? Ему же надо доказать, понимаете, он начинает доказывать, подстригать. Я ухожу в другого, я тебя не люблю, я ее люблю, понимаешь, там, и т.д., и т.д. И т.п. Он, она, мой хороший, все нормально, не волнуйся, что ты так расстраиваешься, все будет хорошо. И для того, чтобы бросить человека, нужно ему это доказать. Вот для того, чтобы человеку зарезать кого-то, нужно сначала увидеть в его глазах или гнев, или страх. А если он видит в глазах доброту и спокойствие, зарезать невозможно. Нужна санкция. Я на себе это испытал. Ну, там человек меня, в общем-то, зарезать не сильно хотел, наверное, я так думаю. Ну, нож мне в пузу поставил. Это было в молодости, там, я шел с пробежки, там, зарядки, в парке занимался, в спортивном костюме зимой. И когда я пошел назад, ко мне один человек подошел, поставил мне нож к животу, говорит, давай деньги. Ну, глядь, ты такой парень. Я говорю, я зарядкой занимался с собой, денег нет. Он говорит, а где есть? Я говорю, дома есть. Он говорит, ну, пойдем домой. Я говорю, пойдем. Он говорит, а чего ты так легко согласились, что ты домой идти, деньги отдал. Я говорю, как, что, жизнь-то дороже, чем деньги. Он говорит, правильно. Ну, я спокойно, как бы, мы пошли вместе. Я был уверен, что я должен отдать деньги. Вот сколько у меня там есть денег, я хотел все отдать им. Ну, что так действовала судьба, зачем мне рисковать своей жизнью. Надо отдать, я решил отдать. Я принял судьбу сразу, пошел с ним. И он шел со мной, шел. Начал расспрашивать, чем я занимаюсь, то и такое. Потому что я не обиделся, не испугался, не разозлился. Я просто принял судьбу. То есть моя судьба, я его принял, все, мы пошли. Близкий человек, он же должен у меня зарезать. Близкие отношения. Я принял его, как близкий человек, и все, пошли. Мы шли где-то минут 10. Где-то минут через 5 он мне сказал, мне не нужны твои деньги, я тебя просто охраняю. Ну, всякие люди вокруг ходят. Ты хороший человек, у тебя бы ножа нет. Если бы был, ты бы, наверное, показал, что ты тоже есть. Вот я тебя охраняю. И он дальше меня начал спрашивать про жизнь, про все прочее. Как мы с ним прогулялись до дома. Потом он как бы попрощался со мной.